друзья всем большой привет вы на канале светлана франция спасибо что зашли и подписались и я начинаю очередной влог давайте проведем этот день вместе будет всего понемножку как вы любите итак начнем с декора интерьера совсем недавно вы видели я показывала что мне пришла на обзор свечка от известной французской марки я думаю что многие знают эту марку и я рассказывала немножко ее историю и вот сегодня именно такой момент что уютный теплый вечер когда хочется зажечь именно эту свечу запах белый кашемир именно в такие моменты хочется укутаться в плед взять вкусный напиток и почитать какую-нибудь книгу или посмотреть классный сериал не знаю вас так или нет но именно домашний уют домашнее счастье создают эту атмосферу гармонии у меня именно так поэтому я очень люблю свечи напишите мне любите ли вы свечи и если да то ссылку я обязательно вам оставлю в инфобоксе немножко моих нарядов как всегда находки на рынке и я нашла бренд александр лоран ду пари раньше мне этот бренд встречался но я никогда ничего не покупала и это такая накидка с горлом кто смотрел мои прямые эфиры то наверное видел уже эту накидку я показывала классный состав классный уютный силуэт или лекала как хотите я люблю такие вещи можно обыгрывать по-разному с брюками широкими с леггинсами дома футболку или какой-то теплый свитерок снизу и в пир и в мир как говорится да она достаточно широкая но в то же время она не прибавляет веса и вот этот воротник это моя любовь цвет хаки тоже очень люблю напишите как вы думаете с чем сочетается цвет хаки вот такая у меня находка вообще находок было очень много я скорее всего сделаю отдельное видео или проведу прямой эфир с вами поделюсь и да все-таки я планирую открыть мой второй бутик поэтому ждите сумку известные марки из кожи вот этот шоппер я вам показывала все-таки решила продать поэтому заглядывайте в мой бутик винтаж из парижа пока там выставляю кое-какие новинки ссылку оставлю в инфобоксе сейчас мы с вами поедем в магазин все для дома мои любимые барахол очки мне кое-что нужно посмотреть и немножко для вас поснимаю совсем чуть-чуть потому что знаю что не все любят такие видео много керамики очень люблю сейчас в осеннее время года именно кера керамику и вот такие заварочные чайнички у меня один есть вот это тоже был очень красивый великолепный необычные модели также смотрю мебель меня сейчас интересует мебель вот такие новые стулья над ними немножко нужно поработать ну ничего такого критического в принципе некоторые просто хорошо почистить отмыть а вот это великолепие просто загляденье посмотрите какая красота небольшое канапе которая может дополнить вашу спальню или ваш салон гостиную как хотите в общем классная вещь на мой взгляд я приобрела не удержалась таких сантомов для ясли наших ясель рождественских потому что они были сделаны вручную из белой керамики я не люблю когда они разноцветные когда они большие мне понравилось что они на самом деле белые и это ручная работа тонкая у нас не было рождественских ясель именно у нас у свекрови были поэтому я решила приобрести и на этот новый год обязательно сделаем что-то красивое интересное так что вот мои хорошие как бы я не противилась начинаются находки и покупки для рождества и нового года хочу поделиться с вами новинкой это капсулы кофе неспрессо которые были сделаны для новогодней коллекции рождественской вместе с пьер эрме пьер эрме это известный кулинар известный повар во франции его и макароны я думаю многие знают у него несколько бутиков париже пьер эрме и он сделал капсулы с кофе с малиной и с лесным орехом очень вкусно запашиста поэтому муж привез мне из парижа мы сегодня с сажей пробуем конечно саша не пьет кофе но он очень любит делать кофе поэтому он помогает маме вкусное вкусный кофе утром это конечно же блаженство хотя кофе из гейзерной кофеварки я тоже очень люблю и чай уважаю мы приготовим обед заранее у нас будет зеленая фасоль просто отвариваю на пару считаю калории чтобы было не сильно калорийно так сейчас так как сейчас потеря у меня лишнего и мы я не покупаю лосось сейчас я покупаю форель замаринуем форели сделаем также на гриле или на пару саша тоже ее очень любит а еще мультиварки я готовлю у меня мультиар мультиварка мулинекс кокео молодую картошечку совсем маленькую на пару между прочим она очень очень полезная для здоровья и не такая калорийная также вы меня очень часто просите показывать домашние средства для уборки для посуды я покупаю ринет это экологическое средство чтобы мыть посуду не все мою посудомоечной машинки хотя для посудомоечной машинки у меня тоже есть средства и я обязательно вам покажу а это все переливаю вот в такой красивый флакон убираю пластик и просто-напросто кое-какие вещи я всегда мою руками потому что мультиварка или фарфор лучше переносят конечно ручную работу а еще у меня новое средство французской марки брюшен жак брюшен по моему так и будет называется марка существует артизан это тоже много лет очень хорошее средство я стараюсь что был натуральный состав и чтобы все-таки очищала поверхности и раковины вот можно использовать как в ванной комнате так и на кухне поэтому сразу же после того как приготовили что-то я конечно же убираю я люблю когда все чисто и люблю ухаживать за вещами в которые мы вкладываем вещи а так как руа раковина мебель на кухне все это стоит дорого поэтому конечно не стоит запускать если у вас есть какие-то вопросы то обязательно мне задавайте а я по мере возможности буду делиться с вами моими любимыми средствами и одно незаменимое это алкоголь для уборки алькон милаже я покупаю экологический био вот полет по моему называется если я не ошибаюсь марка с запахом лимона он очищает все поверхности и плиту и зеркала и мебель где очень долго когда есть вот такой распылитель дюжит он дюжит можно такое слово потребить в общем и к на экономично экологично и практично у меня были новинки новинка от tefal очень интересная эта новинка для того чтобы делать спагетти сестра мне сказала елена франция оставлю ссылку на ее канал в инфобоксе что можно делать спагетти я решила попробовать и купила вот такую вещь к сожалению сейчас у меня нет ни моркови не куржетов на кабачков поэтому сделаю попозже вам обзор а мы сегодня с сашей ходили к парикмахеру и потом нужно было отрегулировать все откорректировать все очки перед школой поэтому пришли наш любимый кабинет магазин и нам с удовольствием все сделали причем бесплатно очень очень приятно когда такое обслуживание а после мы поехали за морковью и кабачками и также за закупкой в наш любимый магазин лидл напишите любите вы магазин этот или нет я очень люблю и вот у нас там можно купить не только продукты но и разные интересные вещи сегодня были швейные машинки также можно соковыжималки купить различную технику пылесосы в общем масса всего я знаю что девочки писали что не у всех есть такой выбор не во всех магазинах поэтому походить погулять по полкам это с удовольствием и когда приеду домой я покажу самые любимые продукты которые я покупаю в лидл или долл и вам советую а вот и моя ложка мерная до сих пор ее еще продают стоит она 790 если кого-то интересует то как раз в лидл закупка была сделана небольшая кое-что докупила что закончилось и сейчас поедем домой и вам покажу что же я люблю покупать в этом магазине вот такая закупка до сразу извиняюсь пластика еще пока не убрала но хочется сделать именно сегодня чтобы вышло это видео я хочу поделиться тем что я люблю мне очень нравится вот это под копченая форель она совершенно не соленая практически очень вкусная именно марки вот этой если вы любите делать бутерброды также как и я то присмотритесь к таким вот упаковочкам они менее соленые и более полезные чем лосось у меня было две упаковки одну я уже открыла так как перекусила бутербродом также я купила нарезку постараюсь покупать нарезку хорошего качества это рта конечно покупаем у нашего мясника ну когда заканчивается то покупаем в магазине и беру минус 25 соли форель форель не везде можно найти свежую но вот именно в лидл она хорошего качества сто процентов перене перене и советую стоит она по моему 590 баркет 2 вот такие 250 грамм я всегда беру побольше сейчас я все это расфасую достаточно большие кусочки как раз вот что он то что нужно чтобы на одного человека 100 где-то 20 до при жарке уменьшается вот или при приготовке да лучше можно и на пару приготовить не только жарить поэтому самое то и сейчас расфасуем и заморозим беру также эгвиет это кусочки скажите мне чего куриц курицы и также индюшка в кусочках люблю появились в лидл новогодние продукты я их называю новогодние потому что их выставляют только перед новым годом это вот такая такое масло со вкусом лесного ореха поджаренного очень-очень вкусное в биомагазине такое стоит дорого в лидли же она 3 с чем-то евро советую очень вкусно добавлять салаты взяла завтра аперитив поэтому взяла вот такой мусс из белого тунца попробуем обязательно вам расскажу был также по моему из крабов или из омара из чего-то еще но я взяла из тунца и сейчас мы с вами пройдемся по овощам беру как раз вот попробуем новую точилку новую точилку я так называю ее ее вот эту штучку следующем уже видео сделаем спагетти из кабачков и мар из моркови яблоки мои самые-самые любимые сорт канада возможно что-то я вам уже и говорила но все-таки повторяюсь любимый сыр моего сына это контей покупаю и классная марка савер динюр ищем вкусы наших регионов советую французская марка также беру грана падану пармиджану риджану вот в общем это две разные марки но был только такой он добавляет саша очень любит добавлять в пасту мандарины пошли мандарины я хочу сделать мое любимое желе и просто так на перекус мандарины вкус детства вкус праздника вкус нового года обязательно беру маленькие томаты и не только маленькие сейчас вы увидите zero пестицидов французские предпочитаю брать все французское они всегда есть вот режим франц ну к сожалению пластик от этого никуда не деться маракуйя маракуйя мне очень нравится добавлять к йогурту половинку или даже целую как хотите также выпечку она классно идет любите маракуйя или нет напишите продается у вас или нет капусточка конечно брокколи куда без брокколи всегда нужно голос до сих пор еще хрипит поэтому извиняюсь огурцы очень люблю огурцы саша обожает огурцы поэтому у нас всегда на хозяйстве у нас всегда холодильнике есть огурцы и прикупила вот такие томаты это разноцветные томаты алан селу они часто называются во франции старинные если перевести в общем люблю тоже томаты можно делать из моцареллы можно делать салаты а здесь у меня самая настоящая морковь из огорода нужно будет ее хорошенько помыть и сделать также салат и спагетти я обожаю цикорий цикорий я использую вместо хлеба на аперитив у меня просили я вам покажу что я делаю на аперитив я просто-напросто беру листочки фарширую вот тем же муссом из тунца или делаю какой-то интересный фарш и с удовольствием их фарширую а также можно просто в прикуску к бутерброду можно сделать по-французски с нарезкой сыром в духовке тоже французский рецепт то есть цикорий молодой обожаю я купила грибы и грибы которые никогда не готовила не готовила плевать гриб называются как перевести по-русски нужно погуглить вот такие белые грибы похожие на наши грусти ну не знаю наверное это не грусти и мне нужно посмотреть как же их готовить возможно их нужно поджарить а может быть просто как и шампиньон для пари который я тоже купила уже порежет порезанные я добавляю их салаты свежими и также могу поджаривать можно помогу делать омлеты с ними то есть классная вещь обожаю грибы очень полезно если вы перевариваете организм вас вас нет аллергию моей свекрови аллергия на грибы поэтому она ничего не ест с грибами вот а я очень люблю ну и конечно же салат салаты здесь продавалась продавался органический маш такие маленькие листочки очень вкусные такой перченый немножко вкус обожаю этот салат чистить его конечно довольно таки сложно потому что ножки не не едим а только листочки но в то же время нежный и можно делать и смуси если вы делаете можно делать омлет можно просто салат ну и самый тринк салатов мой любимый это конечно же ракет его я покупаю всегда и также очень часто ем напишите какой салат ваш самый любимый есть из украины есть и разные литю по-французски то есть есть очень разные здесь у меня сливы вот такие красивые и бутылочка вина на завтра я купила мир луо 2020 придут и севалье д в попробую биологическое вино красное и не хотела слишком не люблю когда много градусов здесь и 12 с половиной поэтому будем пробовать еще не пробовала она была не очень дорогое не знаю наверно около трех евро или четырех последняя бутылочка оставалась поэтому я решила ее взять с собой к нам домой вот так ну вот мои хорошие вот такой вот такая закупочка у меня была как еще раз повторю практически на 72 евро дорого или нет не знаю судите сами ну масло дорогое тунец нари конечно же рыба мясо это все не дешевая что еще у меня было еще у меня были было вот пачечка бумажных салфеток и перед тем как закончить видео давайте я вам покажу еще одну новинку по совету моей сестренки елена франц я купила вот эту вещь у нее другая модель но я нашла в магазине tefal мы были в коммерческом центре вы видели в прошлом видео именно там я ее купила она стоила 11 евро здесь две насадки можно делать овощные спагетти зигзагом или можно как таглеотель вот все очень просто удобно ставится насадка вы держите насадку рукой и просто прокручиваете видите и получается спагетти но нужно чтобы овощи были твердые не мягкие и чтобы достаточно такой хороший размер не маленький в общем будем пробовать и делать с вами салаты а здесь у меня вот такие интересные вещи это по пьет да по-французски это по пьет а по-русски вот вылетела слова я думаю что вы поняли для того чтобы запекать рыбу запекайте все что вы хотите мясо овощами микроволновой печи или в духовке вот такие силиконовые формочки кто-то за кто-то против я просто решила подумать по попробовать мне встретились и была вот такая книга поэтому когда нет времени вот здесь можно делать шоколадный мусс можно делать и камбль также запекать и курочку и мясо и даже омлет вот омлет классно было попробовать обязательно попробую и вам потом расскажут как раз омлет с грибами я знаю что кто-то против силикона кто-то против микроволновой печи ну а я буду пробовать и вам рассказывать поэтому вот такие находки вот такое видео у меня получилось надеюсь что она вам понравилась я вам все я вас всех крепко крепко обнимаю увидимся очень очень скоро проверьте пожалуйста вашу подписку на канал потому что бывает так что youtube отписывает неактивных зрителей и спасибо всем за обратную связь здоровья счастья прекрасного окончания этой недели встретимся очень очень скоро ваша светлана франция